С тобой я несчастна, но без тебя не будет счастья, говорила знаменитая мексиканская художница своему мужу. На этой фотографии Фрида Кало нежно обнимает своего супруга Диего Ривьера. Но не меньше было в их чувствах и ссор, обид, горечи. Диего Ривьера художник-монументалист, часто работавший по госзаказам. Как и свойственно творческим натурам, не отличался супружеской верностью. Фрида не отставала. Пара расходилась и снова сходилась. Историю взаимоотношений представили на фото-выставке в областной библиотеке. Они в своей вот этой любовной красивой паре, они питались друг от друга, они корректировали друг друга, создавая такой вот культурный гомеостаз. Последний год я живу в Мехико, я неделю назад прилетела в Самару. Нет ни одного мексиканца, который бы не был знаком с ее культурой. И каждый день, начиная со вторника по воскресенье, как работает ее дом, голубой музей, там всегда очередь. Лептув и без того запутанную историю отношений пары внес Лев Троцкий. Политический деятель приехал в Мексику с помощью ривьеры. Долгая дружба обернулась скандалом. Революционер без памяти влюбился во Фриду. Выставка в России представлена впервые благодаря дням мексиканской культуры, которые и сейчас проходят в Самарской области. Культурные связи возникли во время чемпионата мира по футболу, матч которого сборная Мексики играла на самарской земле. И вот эти отношения, которые сложились в рамках чемпионата, отношения гостеприимства, добра, некого такого узнавания друг друга, послужили тому, что эти отношения вылились на такой вот правительственный уровень. Идея заключается в том, чтобы принести частичку мексиканской культуры в один из важнейших городов Российской Федерации, в Самару. Но я думаю, что интересно для вас будет узнать то, что мы в посольстве Мексики в Российской Федерации стремимся к укреплению связей между Соединенными Мексиканскими Штатами и Самарской области. Увидеть уникальные фотоработы можно будет до 17 октября. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.